7 декабря 1918 года. Именно эту дату можно считать днём рождения Азербайджанского парламента. К тому моменту Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала чуть более полугода. В состав парламента вошли представители практически всех партий, в том числе оппозиционных, и даже тех, которые не воспринимали независимость Азербайджана. Вошли представители всех национальных меньшинств, которые проживали здесь. И даже парламент принял очень демократический закон о проведении выборов в учредительное собрание. И, кстати, вот в этом законе было прописано, что избирательное право наряду с мужчинами предоставляется также и женщинам. Вплоть до апреля 1920 года парламентом были приняты свыше 200 законов в общественной, культурной, политической сферах. Бюджет, вопросы реорганизации армии, создание дипломатических миссий, выделение субсидий местным органам самоуправления. Впервые в Азербайджане был принят закон о гражданстве. Закон об учредительном собрании. Также было принято решение об отправке 100 азербайджанских студентов за рубеж за государственный счет. Но у любой истории есть свои предпосылки. Традиции парламентаризма в Азербайджане берут свое начало с 1906 года, когда в России впервые была создана Госдума. В нее вошли и депутаты от Азербайджана. Всего в истории России существовало 4 государственные думы. В каждой из этих дум были представлены наши делегаты. В первой думе их было достаточно больше. В третьей, в четвертой по одному депутату. Учитывая, что тогда Азербайджан не имел свою государственность, основной темой выступлений наших депутатов в Государственных думах, их запросов и так далее, это были проблемы мусульманского населения в целом в Российской империи, ограничения, которые ставились в развитии образования, культуры, проблемы религии. В годы вхождения Азербайджана в состав СССР выбор народных депутатов часто донсил формальный характер. В основном Верховный Совет утверждал решение высшего партийного руководства. Однако и в это время был принят ряд важных решений, отстаивающих интересы народа Азербайджана. 1956 год, когда Верховный Совет Азербайджана принял очень смелое для того времени решение объявить азербайджанский язык государственным языком. Это потом вызвало очень большую реакцию, большой резонанс в Советском Союзе. И даже в то время многие высокопоставленные лица республики лишились своих постов, в том числе председатель Верховного Совета Азербайджана, знаменитый наш писатель Мирза Ибрагимов. Тогда решение Совета в силу так и не вступило. Однако в 1978 году, когда была принята Третья Конституция Азербайджанской ССР, инициатива депутатов была притворена в жизнь. С началом территориальных претензий Армении против Азербайджана в конце 80-х годов XX века и ввиду отсутствия адекватной реакции со стороны советского руководства, народ Азербайджана вступил на путь независимости. Верховный Меджлис Нахчевана в 1990 году принял довольно смелое решение о переименовании Нахчеванской автономной Советской Социалистической Республики, убрав оттуда слова «советская социалистическая». Затем в тот период, когда Гейдар Алиев руководил парламентом Нахчевана, впервые в истории Азербайджана было принято решение о восстановлении трехцветного знамени. Это тоже история парламентаризма. После этого решения, 5 февраля 1991 года, Верховный Совет Азербайджана принимает решение о восстановлении этого трехцветного флага уже на территории всей республики. После выхода из состава СССР был создан новый парламент независимого Азербайджана, однако внутренние разногласия и борьба за власть мешали работе законодательного органа. Вот я вам скажу, вы сейчас поймете, что за парламент. В зале разрешалось курить. Заседание, допустим, на 10 часов и, допустим, на 12. В 12.30 начиналось и прочее. Я даже сейчас не помню, что мы вообще принимали. Курс Азербайджана был абсолютно непонятен и так далее. И этот межлис просуществовал очень-очень недолго. В июле 1993 года общенациональный лидер Гейдар Алиев по просьбе азербайджанского народа прибыл в Баку. Он был избран председателем парламента, а затем путем всенародного голосования президентом республики. В короткие сроки удалось стабилизировать обстановку в стране. Мы провели очередные выборы и был избран мили-меджилис азербайджана в составе 125 человек. Он уже начал профессионально работать и прочее. С приходом Эдара Алиевича избранием парламента был авторитет и республики, и авторитет парламента. Парламент принял активное участие в формировании законодательной базы молодого государства. Сегодня, когда в жизнь притворяется ряд важных реформ, главной задачей вновь избранных депутатов станет обеспечение успешного устойчивого развития Азербайджана. Лила Курбанова, Нами Гасанлыру, Фотель Кперов, CBC.